Добрый день! Давайте начинать. Ой, сейчас. Девочки, нам опять, как всегда, для занятий нам понадобится пледик какой-то, на который вы можете комфортно сесть, и какое-то возвышение под таз. Так, я прошу прощения, что-то никак он не держится. Сейчас еще раз поправлю. Так, вроде ровно. Скорее всего, до сентября я буду продолжать занятия для беременных вести в онлайн-формате. С большой долей вероятности это будет прежнее расписание, то есть понедельник, среда, 18.30, но, скорее всего, в онлайн-формате. Следите за информацией, следите за расписанием. По-моему, уже сейчас стоят эти занятия в расписании, но, скорее всего, это будет онлайн-формат до сентября. Хорошо, давайте начинать. Располагаемся удобно. Садимся так, чтобы было комфортно бедрам, чтобы было пространство живота расправлено и была свободная поясница. Если спину тяжело держать, вы можете не на полу начинать занятия, а, например, сесть на стул. И мы делаем с вами круг плечами назад, опускаем лопатки к тазу и закрываем глаза. Настраиваемся на практику. Сделайте глубокий полный вдох и длинный выдох. Расслабляем плечи, расслабляем мышцы лица. Перенесите внимание на дыхание и отслеживаем вдох и выдох. Начинаем мягко удлинять выдохи по сравнению со вдохами раза в полтора или, может быть, даже два. Почувствуйте, как с каждым выдохом немножко меняется объем живота. Живот словно становится чуть-чуть меньше. Мы полноценно вдыхаем. Живот широкий, объемный. И медленно выдыхаем. Чувствуем, как его объем становится немножко меньше. Сделайте несколько таких дыханий с каждым выдохом, наблюдая за тем, как подтягивается живот. На фоне этого дыхания и наблюдения за тем, как живот уменьшается в объеме, попробуйте отследить ощущение расслабленности в промежности. Как будто живот, подтягиваясь слегка к спине на каждом выдохе, помогает промежности расслабиться. Почувствуйте, как дыхание взаимодействует не только с животом спереди и по бокам, но и с животом сзади, с поясницей, с задней брюшной стенкой. Ваша поясница – это фактически тоже часть центра, часть брюшной полости. Возможно, вы заметите, что она также становится чуть просторнее на вдохе и немножечко сокращается на выдохе. Включите в свое внимание всю брюшную полость. Представьте себе цилиндр, такой же вот спереди, по бокам и сзади поясницы. И он весь немного уменьшается в объеме. На выдохе мы оставляем промежность расслабленной. И добавим сюда выдохи через рот. Вдохи носом. И выдохи, либо слегка приоткрыв рот, либо сложив трубочкой губы, как будто вы задуваете свечу. Вдох через нос. Объемное пространство брюшной полости. Выдох через рот. Объем живота стал меньше, промежность расслабилась. Продолжаем таким образом дышать. Продолжаем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Возможно, через некоторое время вы заметите, как подбородок коснулся кожи груди... Кожи под ключицами... Почувствуйте, как успокаиваются мышцы лица в наклоне... Начинаем мягко перекатывать по груди голову от плеча до плеча... Можно начать с маленькой амплитуды... И потом чуть ее наращивая с каждым кругом довести движение до амплитуды 180 градусов... Так, чтобы вы попеременно поворачивали в потолок то правое, то левое ухо... Голова тяжелая, плечи расслаблены... Следите за тем, чтобы вашим ногам было удобно... И если вы замечаете, что ноги, пока вы сидите, начинают уставать, затекать... Пожалуйста, меняйте крест ног, меняйте форму, положение ног... Меняйте позу, может быть, в которой вы сидите... Если комфортно, немножко перекидываем голову за плечо, назад... То есть у нас получается движение по незамкнутому кругу, как подкола... За плечо и на грудь... Прокатили по груди и снова за плечо... Оставьте голову на груди... Постепенно завершаем покачивание и аккуратно поднимаем голову вверх... Снова делаем вдох, идем за руками в потолок и захватываем локти ладонями... В очень комфортном режиме, слегка вытянувшись вверх, сделайте мягкие скрутки... Они будут очень объемными, очень амплитудными... Как будто вы пробуете посмотреть за плечо назад... Словно вы выкручиваете свою грудную клетку из таза... И завершаем такой же замок... Перехватываем перед грудью... Также захватываем локти... Делаем подныривающие движения... Вы тянетесь локтями вперед и слегка вверх... Вперед и слегка вверх... И постепенно начинаем локти перемещать все выше и выше... Вращая плечами, толкаем локти вперед и вверх... И снова оказываемся с такой рамкой над головой... Потягиваемся в потолок поочередно то правым, то левым локтем... Почувствуйте, как в этом движении расправляется поясница... Прежде всего мы заметим движение в ребрах... Но если мы пойдем вниманием дальше, ниже... По позвоночнику... Мы почувствуем, как расправляется пространство поясницы... Завершаем... Опускайте вниз руки... Плечи могли немного устать... Мягко поворачивайте плечами назад... Сбрасывая напряжение с плеч... И складываем перед грудью ладони... Давим ладонями друг на друга до приятного напряжения в грудных мышцах... Переплетаем пальцы рук и со вдохом раскрываем в потолок ладони... Покачиваемся вправо-влево... Еще больше раздвигаем ребра... И продолжаем тянуть грудную клетку вверх... Как будто хотим снять ее с брюшной полости и с таза... И перекладываем ладони на затылок... Локти смотрят в стороны... Голова в нейтральном положении... Не запрокидываем голову... Мягко давим руками на голову... Головой сопротивляемся... И с очередным выдохом снова голова на грудь... Если комфортно, оставьте замок рук на затылке... Локти смотрят вниз... Если вес рук слишком сильный... Ощущение создает в шее... Опустите руки на бедра... Опускаем руки вниз... Аккуратно поднимаем голову... И перекладываем голову с плеча на плечо... Ритм не быстрый... Почувствуйте, что движение заканчивается как какой-то логической точкой... То есть не просто машем головой из стороны в сторону... А доходим до максимальной амплитуды... Чувствуем утяжеление плеча и головы... Натяжение между ухом и плечевым суставом... Останавливаем движение... Поднимаем голову... И несколько раз поворачиваем ее вправо-влево... Оставляем голову повернутой вправо... Опускаем ее вниз... И кладем на затылок правую ладонь... Растягиваем левую трапецию... Поднимаем голову... Поворачиваем ее влево... Опускаем вниз... Кладем ладонь левой руки на затылок... И растягиваем правую трапецию... Заднюю правую половину шеи... Часть шеи... Возвращаемся... И снова за руками вытягиваемся вверх... Опускаем с выдохом на пол одну руку... Вытягиваем верхний бок... Плечи уведены от ушей вниз... Прикройте глаза... Почувствуйте вытяжение всего верхнего бока... Делаем вдох... В верхние ребра... Почувствуйте, как они раздвигаются... И вы продолжаете верхней рукой тянуть бок... Удлиняя его еще больше... И аккуратно возвращаемся в центр... Делаем вдох... Две руки пошли вверх... Выдох... Другая ладонь на пол... Удлиняем бок... Плечи уводим вниз от ушей... Делаем глубокий вдох в ребра... С выдохом... Тянем еще больше... И аккуратно возвращаемся... Кладем ладони на колени... И мягко с выдохом всю спину слегка толкаем назад... Голову опускаем вниз... Со вдохом руками подтягиваем себя к бедрам... Толкаем вперед и вверх грудь и подбородок... Продолжаем в ритме дыхания... Круглая спина... Выдох... И прямая спина... Уходим в прогиб... Вдох... Руки работают в обе фазы... На выдохе не позволяют вам упасть назад... Вы очень сильно тянетесь... Руки вас фиксируют... И на вдохе руки работают... Подтягивают вас к бедрам... Лопатки идут вниз... Вдох... 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 В обратную сторону. И постепенно завершаем. Возвращаемся в центр. Положите ладони на задние и нижние ребра. Вот вы взяли ладошку, положили ее сзади на спину, как бы немножко с боков. Не на поясницу и не на лопатки. Куда-то на серединку, на область почек. Прикройте глаза, сделайте несколько дыханий себе в ладони. Почувствуйте, что зона, на которой сейчас лежат ваши руки, двигается, когда вы дышите. Она становится объемной на вдохе. И на выдохе она немного уходит от ладони внутрь. Ребра слегка собираются, поясница немножко подтягивается к центру. Почувствуйте, как расширяется это пространство вашего тела. Расправляются почки. Смещаем руки ладони ниже на поясницу. И то же самое ощущение пробуем воспроизвести. В поясницу вдыхаем. И чувствуем на выдохе. Она затягивается внутрь. Опускаем руки еще ниже на крестец. И также пробуем отследить движение крестца, когда мы вдыхаем и выдыхаем. Почувствуйте, крестец слегка расширяется, как бы толкается из таза наружу на вдохе и на выдохе погружается обратно внутрь таза. Очень маленькое движение, очень тонкое, едва-едва уловимое. И вы чувствуете, что ваш таз дышит. Мы еще немного понаблюдаем дыхание таза. Давайте сделаем небольшой перерыв. Дадим рукам отдохнуть и ногам, если нужно поменять позу. Переплетаем пальцы рук, локти близко и повращайте кистями такой восьмерочкой. Сбросьте напряжение с кистей. Очень важная, на мой взгляд, практика. В другую сторону, почувствовать вообще связь со своим телом, почувствовать, что в теле есть движение, что оно может дышать, осознать те части тела, к которым мы редко обращаемся в бытовой, обычной жизни. Кладем ладони на подвздошные гребни. Вам может быть удобно это сделать пальцами вниз, назад, вперед, как хотите. Вот наш подвздошный гребень, вот это место. То есть не талия, а вот уже кости таза. И попробуйте также понаблюдать, как реагирует таз в направлении вправо-влево, на вдох и на выдох. И вы заметите, что таз действительно дышит. Он слегка расширяется и слегка сужается к центру, соответственно, на вдохе и на выдохе. Ваши кости таза двигаются во время дыхания. Попробуйте это почувствовать. Таз – это не монолитный кусок кости. Это подвижные сочленения, мягкие, эластичные, отзывчивые, даже просто как-то дыхание. А теперь положите одну руку сзади на крестец, вторую – на низ живота. И также несколько дыханий. Почувствуйте, как таз расталкивает ваши руки в стороны на вдохе. И расстояние между руками становится меньше на выдохе. Запомните эти ощущения, они понадобятся нам чуть позже. Хорошо. Снимаем руки и переходим в кошку. Аккуратно переносим ноги, коленями на плед или на одеяло, на котором вы занимаетесь. Можно поставить колени на ширину таза или шире таза. Руки либо под плечевыми суставами, либо немножко выведены вперед. Не к себе, то есть не нужно очень сильно создавать давление в запястье. Можно немного вывести руки вперед. То есть либо 90 градусов угол, либо больше. И покачайте немножко таз из стороны в сторону. Почувствуйте тазобедренные суставы. и поделайте такое мягкое просто покачивание вправо-влево. Любые движения тазом, круги, покачивания, восьмерки, позвольте тазу стать очень объемным, очень подвижным. Голова может свисать между рук вниз. Если устает шея, бросайте голову вниз. Завершаем движение таза. Попеременно выставляем назад то правую, то левую ногу. С выдохом ставим стопу на пальцы, немножко тянемся пяткой назад. Со вдохом возвращаем колено. Выдох. Тянемся пяткой назад. Со вдохом возвращаем колено. Делаем несколько таких движений. Стараемся удлинить ногу из таза. Завершаем. Возвращайте колено. Опускаемся на предплечье. Скрещиваем запястье. Кладем сверху на руки голову. Если это слишком низко, поставьте кулаки или поставьте под голову, под лоб кирпичик для йоги. Останьтесь в этом положении. Почувствуйте, как расслабилась шея. Отдайте вес головы рукам. И давайте в этом положении. Сейчас останьтесь, пожалуйста. Давайте вспомним, как мы с вами дышали. Сейчас в этой позе мы наблюдаем движение живота и таза, когда мы дышим. Сам поясничный отдел позвоночника остается неподвижным. Мы вдыхаем и выдыхаем, чувствуя, как расширяется живот и таз. И собирается, уменьшается в объеме живот и таз. продолжая дышать таким образом, расслабляя шею, почувствуйте, как расслабляется промежность. расслабьте ягодицы, насколько возможно, внутреннюю поверхность бедер. выдох делает промежность еще мягче. завершаем. поднимайтесь на прямые руки, ноги. сделайте два-три вращения плечами назад, толкните лопатки к тазу, вытягиваемся шеей вперед, смотрим в пол, и правое колено ставим чуть ближе к центру, левую ногу вытягиваем назад параллельно полу. Очень высоко поднимать ногу не нужно, параллель с полом более чем достаточно. Если вы чувствуете, что тазу некомфортно уже здесь, поставьте ногу на пол. Если хочется поработать больше с балансом, с силой, давайте вытянем правую руку вперед параллельно полу. Либо оставьте руку на полу, если понимаете, что баланс неустойчивый, или вы чувствуете дискомфорт в области таза. Опускаем руку, если поднимали, и ногу ставим на пальцы, нога прямая, со внутреннего на внешнее ребро, переваливаем стопу. Внутрь, наружу. Поворачиваем стопу на внутреннее ребро, правую колень разворачиваем на 90 градусов назад, и левую руку поднимаем вверх. Оказываемся в позе полутреугольник. Толкните пол правой рукой и чуть больше вытянитесь тазом вверх. Левой рукой тянемся вниз в сторону макушки и в сторону пола, создавая дугу между левой кистью и левой стопой. И аккуратно возвращаемся вниз, закрываем таз, ладони ставим под плечевые суставы или чуть вперед, колени на ширину таза или шире. Любые движения тазом, покачивания, круги восьмерки. Поболтайте тазом из стороны в сторону, почувствуйте мягкость ягодиц, крестца. И повторим на вторую сторону, левое колено чуть ближе, вытягиваем правую ногу параллельно полу или оставляем на пальцах, либо если держать ее на весу тяжело. Если возможно, вытягиваем левую руку вперед, плечо от уха смотрим вниз. Опускаем руку, опускаем стопу на пальцы, переваливаем стопу направо на внутреннее, на внешнее ребро и чувствуем, что движение заходит в тазобедренный сустав. Стопа на внутреннее ребро, разворачиваем левую голень назад, правая рука вверх, полутреугольник, толкните немножко таз вверх и можно потянуться рукой в сторону макушки. Если это вытяжение чрезмерно интенсивное, рука остается наверху. Опускаем вниз руку, закрываем таз, любые движения, покачивания, восьмерки можно вниз бросить голову. Почувствуйте бока, крестец и поясницу очень свободными. Опускаемся на предплечье, давайте дадим отдых запястьям и потянем еще больше боковые поверхности тела. Поочередно в динамике выставляем руку вперед на пальцы запястья вверх, таз пошел назад. И вот таким образом несколько раз меняем таз назад, рука фиксирована на полу. Чувствуем, как вытягиваются не просто ребра, боковые поверхности живота, а поясница, также спина, рука словно вырастает из таза. И с очередным движением зафиксируйте. Одна рука на пальцах запястья смотрит вверх и лоб второй руки на согнутую руку на предплечье. Вдыхаем и выдыхаем, чувствуем, как натягиваются межреберные мышцы. Если хочется усилить это натяжение, согнутую руку, например, если это в вашем случае левая рука, можно поставить левее, а правой рукой шагнуть влево в диагональ. Ну и соответственно наоборот, если вы стояли на правом локте, правой рукой шагнуть вправо и левой рукой потянуться в диагональ вправо. Возвращаемся в центр, другая рука вперед на пальцы, таз назад, лоб на предплечье согнутой руки. Вдох, расширяем ребра с выдохом, чуть-чуть тянемся больше тазом назад, подмышкой к полу. Если хочется добавляем вытяжение в диагональ, переставляем руку правее или левее согнутую и вторая рука идет в диагональ. Таз по-прежнему тянется назад. Возвращаемся в центр, останьтесь на предплечьях. Ладони приклеиваем к полу и предплечья стоят на комфортной ширине. Не обязательно ставить локти строго под плечами, можно немножечко пошире. И мы пробуем со вдохом прогнуться и утопить область между лопаток вниз, посмотреть вдоль пола вниз и чуть вперед. Не нужно зажимать шею и пытаться смотреть строго вперед. В диагональ вниз. С выдохом толкаем локтями пол и выталкиваем вверх грудной отдел позвоночника. Со вдохом прогиб и с выдохом скругляемся. Не очень большая амплитуда. Такое положение позволит нам больше изолировать грудной отдел, меньше задействовать поясницу. Постарайтесь сконцентрироваться именно на грудных позвонках. Не на подвижности поясницы, а на подвижности грудного отдела. Завершаем. Останьтесь в легком прогибе. Смотрим вниз. Переплетаем пальцы рук. И не подкручивая таз, не нужно вот такое движение делать, не уплощая поясницу. То есть легкий, нейтральный прогиб в пояснице у нас всегда сохранен в подобных упражнениях. Делаем один-два шага локтями вперед. До легкого напряжения мышц живота. Как мы поймем, что напряжение не сверхинтенсивное? Мы можем в этом положении говорить, при желании петь. И оно в целом, его возможно удерживать довольно долго. Если вы понимаете, что вы долго так не простоите, скорее всего, нужно шагнуть локтями ближе к коленю. То есть очень-очень легкая тренировка мышц живота. Дышим. Шагаем локтями обратно. Поднимаемся на руки в кошку. Сажаем таз на пятки. Делаем два-три вращения назад плечами. Опускаем голову на грудь. Расслабьте шею. Можно покатать голову по груди. И раздвиньте колени так, чтобы между бедрами легко мог поместиться живот. И опускаемся корпусом вперед. Наклон на предплечье. Или, если на предплечье это слишком глубоко, на ладони или на присогнутые руки. Если наоборот на предплечье как-то скучновато и хочется опуститься глубже, пожалуйста, это делайте. Можете вытягивать руки вперед или класть их под голову. Или, если позволяет вам размер живота и комфортное ощущение в тазобедренных суставах, можете вытянется руками вперед и голову положить на пол или на лоб, или на боковую поверхность. Вот так. Здесь уже смотрите сами, как вам удобно. И вспомните дыхание крестцом. Почувствуйте, как крестец расширяется, когда вы делаете вдох. И с выдохом крестец словно слегка проваливается внутрь. И с выдохом крестцом. И с выдохом крестцом. Приподнимаемся, возвращаемся в кошку, собираем колени. С выдохом толкните пол, вытолкните наверх грудной отдел позвоночника. Хорошо скругляемся. И с отдохом плечи от ушей выныриваем, чувствуем углубление между лопаток. Вы вернулись почти что в нейтраль, но с ощущением чуть большей глубины в грудном отделе позвоночника. И сохраняя это ощущение, мы поделаем с вами сейчас очень простое упражнение для косых мышц живота, которые нам очень пригодятся. Они нужны во время беременности и во время родов. И особенно во время потужного периода. Что мы делаем? Не скругляя поясницу, мы на выдохе направляем голову к ногам, стопы к голове. Видим свои пятки. Возвращаемся в центр на вдохе и с выдохом на другую сторону. Видим свои пятки. Один бок укорочен, второй удлинен. И почувствуйте, как у вас включаются мышцы вот здесь между подвздошной костью и ребрами, косые мышцы живота. Не торопимся. Дыхание спокойное, ровное. Завершаем. И для того, чтобы эти мышцы вытянуть и расслабить, выполним позу скрученного кролика. Соединим заодно расслабление с проработкой на скручивание позвоночника. Одной рукой ныряем под другой, опускаем на пол плечевой сустав, боковую поверхность головы. Вот эта рука, которая у вас была, под которую вы нырнули, может остаться в качестве опоры или такого рычага толчковая. Такая рука, которая может чуть-чуть вас глубже докручивать. То есть, если вы надавите на пол и почувствуете такое небольшое движение, углубляющее скрутку. Или можно просто положить предплечье на пол и расслабившись полежать здесь. Толкните пол рукой. Приподнимаемся и повторяем на вторую сторону. Ныряем на плечо, на боковую поверхность головы. Как будто бы вытекаем из крестца в плечи. Раскручиваемся, поднимаемся на прямые руки. Колени ставим шире таза, стопы шире таза. Подворачиваем пальцы ног. И мягко толкая руками пол, направляем таз назад и вверх. Колени присогнуты. Вытягиваем бока. Голова свисает между рук. Покачайте таз из стороны в сторону. Почувствуйте, как плечи отъезжают от ушей в сторону таза. Таз тянется в потолок. И мы мягко качаем тазом вправо-влево. Одновременно чувствуем вытяжение в боках. И опускаем на пол колени. Опускаем таз на пятки. Тыльные стороны кистей на бедра, голова на грудь. Прикройте глаза. Почувствуйте расслабление в случае запястных суставов. Несколько раз сжимаем, разжимаем кулаки. И далее мы будем с вами вставать на ноги через ту же самую собаку мордой вниз. То есть нам нужно будет толкнуть таз вверх. И подойдя руками к тазу, перенести вес на стопы. И затем подняться симметрично, приняв вес на обе ноги. Если вы так еще со мной не делали, не поднимались симметрично, можете сначала посмотреть, потом сделать. Возвращаемся в кошку. Из кошки уходим в собаку. И с собаки подходим руками. Поднимаемся. Вес пришелся на две ноги. И мы оказываемся в положении стоя. Поставьте стопы на комфортное расстояние. Вы можете немножечко пошагать. Так попереваливать таз. Поискать расстояние между ног, которое интуитивно кажется очень устойчивым и комфортным. Скорее всего это не близко. И не слишком широко. Какое-то для себя такое приятное. Прям пошагайте, поищите приятное расстояние между ног. То есть та постановка, которая конкретно на сегодняшний день оптимально принимает вес вашего живота. Возможно, несколько дней назад это была бы другая постановка. Поэтому сегодня мы подбираем конкретно вот ту реальность, которая есть. Находим такую хорошую опору в стопах. Что нам для этого нужно? Что нам нужно, чтобы почувствовать упругость своей стопы? Первое. Нам не нужно очень сильно выпрямлять колени и подтягивать коленные чашечки, напрягая бедра. Наоборот. Попробуйте колени сделать слегка-слегка такими мягкими, присогнутыми. И на присогнутых коленях вы обнаружите два момента. У вас стала более такая свободная, более опорная стопа. И вы можете очень свободно покачать тазом. Попробуйте сейчас погулять тазом по присогнутым ногам. Он очень легко двигается. В нем очень много такого свободного движения. Вы можете прессовать круги, восьмерки. Вы почувствуете, что таз легко встал на ноги, на бедра. И давайте найдем некую нейтраль, когда мы можем остановить движение таза, оставить чуть-чуть присогнутыми колени и стопы на комфортной ширине. Сделаем несколько вращений назад плечами. Почувствуйте пространство между лопаток. И делаем вдох. За руками вытягиваемся вверх. Захватываем попеременную ту правую, ту левую руку. Потяните себя в диагональ. Колени остаются чуть присогнутыми. Опускаем руки вниз. Еще два-три вращения назад плечами. И уводим руки за спину. Переплетаем пальцы. Оттягиваем замок рук от спины. И мягко поводите замком вправо-влево. Немножко поскручивайтесь. Почувствуйте, как напрягается область между лопатками. И отпускаем замок. Переплетаем перед собой пальцы. Толкаем ладони вперед. Выпрямляем руки. Чуть-чуть ссутуливаемся. Голова вниз. И со вдохом выпрямляемся. Руки пошли в потолок. Выдох. Через стороны опускаем руки вниз. Мы с вами поработаем сейчас с ощущением стабильности во время скрутки. На фоне работающих мышц живота. Что мы делаем? Мы будем с вами скручиваться на выдохе. Одна ладонь у нас будет на груди. Вторая рука согнута. Вторая рука прямая. Идет назад. И мы хотим проводить взглядом кисть прямой руки. Так, чтобы мы почувствовали, что вот это движение обеспечивает и стабилизирует живот. Вот. Выдох. Посмотрели. Вдох. Возвращаемся в центр. Меняем руки. Выдох. Посмотрели. Вдох. Меняем руки. Продолжаем в своем ритме. Не нужно перепрогибаться в пояснице. Не нужно отклячивать специально назад копу ради того, чтобы глубже скрутиться. Это иллюзия. Глубже мы не скрутимся. Поясницу мы можем перенапрячь. Очень нейтральный поясничный прогиб. Уплощать поясницу не надо. Вот пытаться подвернуть копчик под себя не надо. Потому что это дохлый номер. Это ничего не исправит. То есть вот это подкручивание, оно не работает. Оно никаким образом не застабилизирует вам поясницу. Все, что оно сделает, это еще больше округлит грудной отдел позвоночника. Напряжет шею. Ну и вообще вы не сможете так проходить. Нейтраль. То есть у вас должен включиться живот. Живот создает нейтраль в пояснице. Продолжаем. У вас должно быть ощущение, что живот делает поясницу очень просторной. И во время беременности есть смысл подключать такое постоянное, легкое фоновое внимание на том, в каком состоянии находится мышца живота. И работать с ними. Работать с правильной постановкой ног, с дыханием, с осанкой. Чтобы живот во время беременности выполнял по-прежнему свою опорную функцию. И как можно быстрее к ней вернулся в полноценном варианте. Уже когда... После родов. Когда будет после родовый период. Завершаем. И мы поставим сейчас стопы шире таза. Где-то на длину вашей ноги. Ширина постановки ног такая, чтобы вам было комфортно. Не должно быть ощущение, что я стою прямо на пределе. То есть встали и понимаете, что так можно стоять бесконечно долго. Почти что. Давайте развернем. Опустим левую стопу. Пальцами наружу. Правая у нас останется смотреть вперед. Вот мы встали. И только левую развернули. И сгибаем левое колено так, чтобы оно не вышло за колено. За пятку. Он может немножечко не дойти до пятки. Но переходить за пятку не нужно. Это уже будет слишком сильно натягивать область надколенника. Если хочется опуститься поглубше, вы чувствуете, вот прям просится поглубше, можете отставить правую ногу дальше назад. И мы кладем правую руку на бедро. Левой рукой с вдохом тянемся вверх. И с выдохом чуть-чуть растягиваем больше левый бок. С очередным вдохом тянемся левой рукой вверх. И с выдохом опускаем на левое бедро ладонь или предплечье. И правой рукой продолжаем линию правой ноги. Вытягиваем правый бок. Чувствуем давление в левую паховую складку. И аккуратно возвращаемся вслед за рукой. Можно оттолкнуться от бедра. Закрываем стопу левую внутрь. Правую разворачиваем наружу. И сгибаем правое колено. Не позволяем выйти вперед за пятку. Левая рука на бедро. Со вдохом правая вверх. Выдох. Мягкий наклон. Удлинили правый бок. Вдох. Правая рука вверх. Выдох. На бедро ладонь или предплечье. Вытягиваемся левой рукой. Удлиняем бок. И аккуратно возвращаемся. Собираем стопы небольшими шагами. И остаемся стоять на нейтральной ширине постановки стоп. Мягко покачайтесь по стопе вперед-назад. Так вот тазом просто погуляйте. Вперед-назад. Как будто стопа создает такую пружинистую живую опору. Добавляем к этому раскачиванию чуть больше амплитуды. Таз вперед. Таз назад. Он придется присогнуть больше коленя. И добавляем к этому полукругу верхний полукруг. Вы как будто начинаете что-то зачерпывать. И через выпрямленные ноги толкаем таз назад-вниз. Зачерпываем. Назад-вниз. Завершаем. И начинаем движение тазом по восьмерке. Как будто зачерпываем что-то сбоку бедром. Восьмерка в другую сторону. Завершаем. И снова ставим стопы шире таза. Примерно на длину вашей ноги. Мы будем с вами выпрямлять ноги. Вытягиваться со вдохом вверх. И с выдохом мы будем садиться тазом вниз. Сгибать колени. Пальцы ног у нас ставят шире пяток. И делать руками сверху вниз. Такое движение как будто вы уплотняете, трамбуете воздух. Вот вы прям расправили ладошки. И начинается движение руками вниз. Во время приседа. И на вдохе мы с вами будем вытягиваться. Соответственно на выдохе опускаться вниз в присед. Глубина приседа не обязательно должна быть большая. Нужно садиться вот так, чтобы потом изо всех сил себя толкать вверх. Скорее ощущение такого очень упругого пружинистого приседа, нежели силового. Вытягиваемся, вдох. И садимся вниз, выдох. И пробуем в момент выдоха, в момент приседа, выдыхать через рот. Добавляем к этому выдоху через рот ощущение расслабленной промежности. Как будто выдыхаем через промежность вниз. И с очередным выдохом пробуем задержаться внизу. Ладони складываем перед грудью. Почувствуйте силу в стопах. Покачайте таз вправо, влево. Можно упереться в бедра руками. И аккуратно выпрямляемся, встаем. Собираем аккуратно стопы. И снова встаем на ширину чуть-чуть шире таза. Покачайте таз вперед-назад по стопам. Расслабьте бедра. Расслабьте ягодицы. Находим нейтральное положение для таза. Он не очень далеко выведен вперед. Не очень далеко выведен назад. Легкая пружинистость в коленях. Чувствуем, что у нас поясница просторная. И для каждой из вас ощущение нейтрали поясницы будет свое. А визуально это не всегда одинаково выглядящая картинка. У вас должно быть ощущение, что у вас такой цилиндр. Широкий здесь, просторный. И опорный здесь, спереди. Там, где мышца живота. То есть он как будто бы постоянно мышца живота и пространство брюшной полости толкают давление в сторону поясницы, стремясь сделать ее очень длинной и широкой. Кладем руки на живот. Прикрываем глаза. Чувствуем, как вес тела сливается в переднюю часть пятки. Расслабляем промежность. Чувствуем, что ноги сильные, но не напряженные. И напряжение вообще не связано с силой. Три раза в область промежности мы будем направлять свой выдох озвученной вибрацией звука М. Можно в процессе движения мягко покачиваться по приятному рисунку, по приятной амплитуде. Поехали, делаем вдох. Хи-хи. Хи-хи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прикрываем глаза Делаем несколько объемных вдохов в спину Подышите спиной Почувствуйте, как двигаются во время дыхания лопатки и ребра Найдите в спине ощущение пространства и опоры Поднимаем голову, переплетаем пальцы рук, колени стоят немножко шире таза Толкаем таз в сторону, тянемся назад к пяткам и до конца И в сторону К пяткам И в сторону К заднему полукругу добавляем передний И в этом движении полностью расслабляем все, что можем от плечевых до тазобедренных суставов Можете сделать меньше круг Почувствовать, что ваше тело, ваш корпус абсолютно расслаблен между коленями и локтями Между вашими плечевыми и бедренными костями В обратную сторону Завершаем голову, ногу или на кирпич Несколько вдохов в спину Продолжение следует... Приподнимаемся на руки Посадите таз на пятки И нам снова нужно с вами сесть Либо со скрещенными ногами Либо вы можете сесть, положив что-то между ног Как поза наездницы Можете сесть на стул Или опереться на что-то спиной Если устали, можете сейчас полежать А, нет, полежать можно чуть позже Сейчас я хотела еще с вами потянуть ноги Поэтому давайте, наверное, все сядем либо со скрещенными ногами Либо, если вы вот в такой позе Да, у вас что-то между ног Ноги тоже можно тянуть Вы просто будете одну выводить в сторону Другую выводить в сторону Это можно делать и со скрещенными И с носками, уведенными назад Одну ногу вытягиваем Неважно, насколько далеко вы ее уводите назад Растяжка во время беременности Не предполагает усиление эластических свойств В плане, что не было шпагата Сейчас я этот шпагат себе нарисую Очень адекватное ощущение То есть мы стараемся улучшить подвижность и скольжение тканей Но не получить после занятия более глубокие какие-то позы Пожалуйста, не путайте Если вы понимаете, что в опоры в спине недостаточно То есть вы куда-то, например, начинаете валиться Толкните руками пальцы на пол Сжимаем, разжимаем пальцы на ноге Довольно интенсивное движение до легкой усталости Пальчики раскопыриваем, плотно сжимаем И стопу на себя, от себя На себя, от себя Оставьте стопу немножко натянутой к себе И положите ладонь на второе бедро Это можно сделать в любом положении Сидя и мягко оттолкнувшись от бедра Потянитесь головой к стопе Такое ощущение, что вы хотите как можно длиннее стать Вытянуться из таза То есть нас интересует не движение вниз А движение вперед Даже с элементом такого подъема и вперед То есть вверх и вперед больше, нежели вниз Если вы делаете глубокие варианты наклонов Убедитесь, пожалуйста, что это очень привычно Вы не тянете себя чрезмерно Потому что беременность тела очень мягкая И перерастянуть его большого труда не составит А вот когда вы уже родите Собрать перерастянутое тело иногда бывает сложновато Ну и аккуратно возвращаемся Давайте поменяем ноги Пальцы сжимаем, разжимаем И стопа к себе и от себя Чуть-чуть на себя оставьте стопу натянутой Притолкаемся бедром в бедро И мягкий, неглубокий наклон Возвращаемся Собираем ногу Складываем ноги И мягко покачивая тазом вперед-назад Расслабляем поясницу Не объемное, неглубокое движение Такое очень легкое покачивание С ощущением, что вы создаете внутри таза и пояснице Дополнительное пространство Находим некую нейтраль Сейчас если вы понимаете, что спина устала Или просто хочется лечь Можно лечь Мы с вами подышим Поработаем с тазовым дном С дыханием И поза сейчас может быть абсолютно любой Может быть у вас есть фитбол Вы хотите сесть на фитбол Или она что-то облокотится Прикройте глаза Погрузите внимание внутрь тела И в этом теле мы обнаруживаем процесс дыхания Наблюдаем вдох и выдох И переносим внимание на дыхание в области промежности Позвольте промежности становиться все мягче с каждым циклом дыхания Как будто вы выдыхаете через нее Вдыхая через нос Вдох носом и выдох через промежность Вы почти физически ощущаете Как ваш вдох А как ваш выдох Стекает вниз Между седалищными буграми и копчиком И попробуйте для усиления ощущений Добавить к выдоху сложенные трубочкой губы Вы вдыхаете носом Вы выдыхаете ртом Но ощущение как будто бы вы выдыхаете под копчиком Между седалищными костями Между седалищными костями Добавим сюда легкое подтягивание Промежности вверх На вдохе Усложним немножко практику На каждом вдохе область ануса Вы словно легко, мягко, деликатно, но настойчиво Тянете внутрь тела вверх И мягко зажимаете На выдохе расслабляете ту зону, которую напрягли Продолжая выдыхать через рот Через губы, сложенные трубочкой Вдыхаем носом И выдыхаем ртом Вдох, промежность мягко подтягиваем Выдох, плавно расслабляем Вдох, промежность мягко подтягиваем Выдох, промежность мягко подтягиваем Продолжение следует... Постепенно доделываем, с очередным выдохом полностью расслабляемся. Делаем несколько спокойных дыханий через нос. Разогреваем ладони. В центре ладони накладываем на прикрытые глаза. Отдаем тепло рук в глазницы. Снимаем руки с глаз. Сейчас мы с вами будем переворачиваться ногами на стену, на шкаф или на дверь. Любая вертикальная поверхность или что-то другое, на что вы можете положить ноги. На стол, на стул, на кровать, на диван. И нам понадобится также какое-то возвышение под таз. Лучше, если это будет высота сложенного толстенького одеяла. Вот мое, пожалуй, слишком низкое. Можно сантиметров 15 подкладывать. 10-15. Не самый удачный вариант это кирпичи. Хотя я использую иногда кирпичи, потому что они не поддерживают полноценную поясницу. Лучше всего, если вы используете поддержку, которая прикрывает и таз, и поясницу. Тогда в положении лежа, как вы почувствуете, что поясница на поддержке, вы можете локтем коснуться того, на чем вы лежите. Это значит, что у вас поясничный отдел не будет вот так проваливаться вниз. То есть вы не будете лежать и провисать, сжимая брюшную полость. Давайте найдем стену, дверь или что-то, на что можно закинуть ноги. Садимся боком и укладываемся на противоположный бок. Уже с него перекатываемся на спину. Ставим стопы на стену, приподнимаем таз и кладем под таз то, что вы используете. Сюда несколько пледов, диванные подушки, подушки, на которых вы спите. И убедитесь, что ваши ноги не вплотную к стене. Вам будет тяжело их удерживать, если они вплотную, они будут загибаться. То есть это нужно, чтобы была очень хорошая растяжка задней поверхности бедра. И вы будете зажимать вниз живота. Поэтому небольшой угол должен быть. Расстояние небольшое между тазом и стеной. Ноги мы разваливаем. Не держите их вместе плотно собранными. Позвольте им распасться. Убедитесь, что вы не уезжаете никуда плечами. То есть если вы постоянно наблюдаете такое скольжение, вы не можете задержаться на своей опоре. Заползите на нее поглубже. И несколько раз сжимаем, разжимаем пальцы ног. Если у вас появился или был уже до беременности варикоз, или у вас есть предрасположенность наследственная, желательно ноги поднимать и таз поднимать выше сердца. И не один раз в день. Хотя бы несколько. Как только есть возможность. Стопы на себя от себя. Для того, чтобы постоянно разгружать вены, на которые ложится сейчас очень большая нагрузка. Завершаем работу с ногами. Ноги могли немножко устать. Это не страшно. Почувствуйте, как ноги словно опустошаются. Прикройте глаза. Утяжелите плечевые суставы. Расслабьте шею, горло. Расслабьте поясницу и крестец. И мы начинаем мягко углублять вдохи. Очень комфортные, но более глубокие, чем обычно вдохи. Каждый вдох подсасывает из ног, из таза, в генозную кровь. Каждый вдох подсасывает из ног, из таза, в генозную кровь. почувствуйте как вдох расширяет середину спины задние и нижние ребра и 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 Верхняя нога у вас может быть на подушке для беременных, на болстере, на одеяле. Или вы можете положить что-то между ног, так чтобы между бедрами было небольшое расстояние. Это предотвращает ротацию таза, ротацию поясницы. Вы останетесь симметрично, удобно и подумайте о том, как бы вам хотелось расположить руки. Давайте укладываться. Располагаемся удобно. Может быть у вас свои какие-то варианты. Может быть вы на что-то слегка приподнимаете таз или ноги. Находим удобное положение для рук, удобное положение для ног. Может быть предупреждаем домашних, чтобы никто не мешал в ближайшее время. И приступаем к практике расслабления. Сонастраиваемся с телом. Осознаем тело. Погружаем в него свое внимание. И словно погружаемся в состояние полусна. Состояние спокойствия, тишины. Почувствуйте силу, с которой тело давит на поверхность пола. И позвольте телу стать очень тяжелым. Настолько тяжелым, что поверхность пола начинает проминаться под его весом. Теряете привычное ощущение формы границ. Позволяете плавиться кожи. И представьте, как под кожей мышцы становятся мягче, теплее. Даже кости и суставы становятся более расслаблены. Уходят выражения с лица. Размыкаются зубы. Мы погружаемся в покой, тишину. Состояние полной безмятежности. Отпускаем все мысли, переживания, тревоги, беспокойства. Состояние безмыслия. Пустая голова. Вам не хочется думать. Не хочется двигаться. Направьте внимание в стопы. Расслабьте пальцы ног. Подошвы, стоп. Подъемы стоп. Пятки. Стопы полностью. Расслабьте щиколотки. Икроножные мышцы и голени. Почувствуйте теплыми колени. Подколенные впадины. Позвольте расслабиться бедрам. Внутренние и внешние поверхности бедер. Передние и задние. Расслабьте тазобедренные суставы. Мягкие ягодицы и промежность. Расслабляем низ живота. И весь живот целиком. Согревается поясница и крестец. Тепло поднимается в грудную клетку. Расслабляем ребра. Согреваются подмышки, плечо и суставы. Тепло разливается по плечам. Заполняет локти, предплечья и запястья. Расслабляем кисти. Центры ладоней, тыльные стороны кистей. Большие пальцы. Указательные. Средние. Безымянные. Мизинцы. Все пальцы вместе. Ваши руки полностью расслаблены. Расслабьте горло и шею. Отвисает нижняя челюсть, плавится подбородок, губы и щеки. Язык во рту становится тяжелым. Почувствуйте, как плавится вся кожа носа и скуловые кости. Веки становятся мягче, тяжелее. Они плотно, но без напряжения сомкнуты. Глазные яблоки перестают вращаться и суетиться. Глубже проваливаются в глазницы. Расслабьте межброви и кожу лба, виски и все лицо. Мягкое, теплое, без выражения. Плавятся уши и кожа за ушами. Затылок. Расслабляем основание черепа от уха до уха. Согревается кожа под волосами. Согревается макушка. И вся голова. Тяжелое, теплое. Все тело. Тяжелое и теплое. Все ваше тело полностью расслаблено. И вы остаетесь лежать шавасаном. Ваше тело. Продолжение следует...